С начала года цены на жизнь и на необходимые и важнейшие лекарственные препараты выросли всего на 0,4%. Правда, дешевые таблетки стоимостью меньше 50 рублей подорожали чуть сильнее на 0,7%. Такие данные дают крупные аптечные сети республики. Сегодня глава Чувашия побывал в нескольких точках и лично проверил наличие препаратов, а также цены на них. Правда, одним посещением Чебоксарских аптек Михаил Игнатьев не ограничился. Получился своеобразный выездной прием граждан. Надежда Андреева расскажет, как реагировали Чебоксарцы на главу республики, гулявшего пешком по городу. Отдельные полки для импортных и отечественных жизненно важных препаратов. Покупатели должны иметь возможность сравнить, сколько стоят зарубежные лекарства и их более дешевые российские аналоги. В каждой аптеке, где побывал глава республики, этот принцип соблюден. Обычно во всех аптеках есть целый список. Если пациент желает посмотреть, то они же все по непатентованным наименованиям. То есть фармацевты, провизора помогают пациенту найти, какой препарат. Сейчас в списке жизненно важных лекарств более 600 наименований. На них устанавливают предельно допустимые отпускные цены и надбавки. Сегодня государственная позиция и президента Российской Федерации, и правительства Российской Федерации, она обозначена. Мы в регионах, независимо от того, это государственная сеть или частная сеть, отслеживаем, во-первых, чтобы не было необоснованного роста цен на лекарственные препараты. Прежде всего, это на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты. Министерство здравоохранения проводит мониторинг цен постоянно, причем как в аптеках, так и в больницах. Его результаты есть на сайте ведомства. Многие сети информацию о стоимости лекарств размещают в справочном сервисе «Спутник» или на своих интернет-ресурсах. Когда люди говорят, что одна и та же аптечная сеть, почему цены в этой аптеке, а в другой, в другой. И, к сожалению, бывает, сегодня поступают в эту аптеку, а через три дня поступают в другую аптеку, и там может быть цена другая, потому что цена тоже зависит от поставщиков. Глава республики обратил внимание и на урны, которые стоят у торговых точек. Их вид явно не вызывает желания ими воспользоваться. Михаил Игнатьев поручил главе администрации Чебоксар взять этот вопрос на контроль. Затем руководитель региона решил более пристально осмотреть округу. Рекламные щиты на остановках, беспорядочно заклеенные объявлениями, не избежали критики. Мусор на стоянках, кривые пандусы у подъезда, в стоке у домов. Ничто не ускользнуло от взгляда Михаила Игнатьева. Вот этот сток, он должен быть на этом уровне. Его сделали специально так, чтобы вода брызгалась, скоро стена отвалится, потом трещина пойдет. Никому не надо. Вот это наша бесхозяйственность тоже. Увидеть в своем микрорайоне главу республики для горожан стало большой неожиданностью. Однако некоторые как будто давно готовились ко встрече с руководителем региона. Михаила Игнатьева то и дело останавливали и задавали вопросы. Обеспечение жильем, льготы, благоустройством. Горожане не стеснялись озвучивать проблемы. Центральный рынок и колхозный рынок убрать с центра города. Постоянная грязь, постоянно антисанитарии, пробки. Во-первых, там на центральном рынке продавать приезжают производители и граждане, занимающиеся личным подсумным хозяйством. Сейчас, секундочку, значит. Дальше фермеры приезжают. Это благо, потому что беспосредник продается. А то, что там грязно, бывает. Мы тоже претензии предъявляем. Здесь я с вами согласен. Отдельное внимание торговым точкам. Бабушки, продающие свои соленья и овощи на улице, вызвали у главы Чувашьей восхищение. А вот визит в один из магазинов северо-западного района противоположные эмоции. Чувашских производителей в этом супермаркете жалуют не сильно. Толбасные изделия какие есть, чувашские производители? Нету? Михаил Игнатьев неоднократно подчеркивал, торговым сетям стоит активнее работать с местными производителями. И хорошо бы, чтобы их продукция была на золотых полках, на уровне глаз. В конечном счете, активная продажа чувашских товаров привезет к пополнению бюджета. А значит, появятся дополнительные деньги на благоустройство, ремонт дорог, строительство социальных объектов. Метанзе.